Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Витарган СТОСЕ М107 Сегодня будет такой, знаете ли, небольшой сравнительный обзорчик на модификацию от Павла Загребельного, он же разработчик данной игры, Спинитарис Модранер Сравнительный обзор, сравнительный обзор по новому появившемуся моду в мастерской Спинитарис Модранер Значит, это у нас называется автомобиль Military H1 Все прекрасно помнят, как называется у нас второй автомобиль, он у нас называется Hammer H1 Вот, почему бы не назвал, допустим, разработчик у нас этот автомобиль Hammer H1, к примеру, Military Вот, почему бы так бы не назвать, потому что здесь как бы исчезает та самая нотка оригинальности названия данного автомобиля Ну, блин, ну, вроде как лицензированное авто, вроде как даже имеют полное право, насколько я знаю, использовать марку данного автомобиля в этой игре Вот, но, к сожалению, названо и Military H1 Я не знаю, кому как, но для меня это принципиально важно Чтоб автомобиль назывался ровным счетом так, как оно должно и быть Вот, а другое дело, когда там кто-то чего-то не это, никому-то никому не проплатил, да, и в конечном итоге мы получаем с вами какой-то нелицензионированный автомобиль Ну, вполне возможно В данной ситуации хотелось бы все-таки видеть оригинальное название данного автомобиля Вот, но сравнительный обзор, ребят, как я уже сказал Я поставил сюда сразу же дефолтный автомобиль Hammer H1 из DLC American Wheels Поставил также аддоны, чтобы автомобили были абсолютно идентичны Вот, абсолютно идентичны, что, в принципе, нам это демонстрирует визуальность данных автомобилей То есть, сверху стоит багажник, здесь багажник сзади с запаской, здесь тоже, ребят, с запаской Вот, ну, вообще, вот, Hammer, да, вот, в целом, достаточно очень интересный автомобиль Давайте я его сразу заведу Достаточно очень интересный автомобиль С внушительными габаритами Причем данный автомобиль, если брать его в реальной жизни, он требует категорию C То есть, люди без возможности управления грузовыми автомобилями Не имеют права кататься на таких вот автомобилях Потому что его масса составляет, ну, в России, по крайней мере Его масса составляет более 3,5 тонн Соответственно, категория C, ребят Вот, ну, про H2, там другая петрушка Вот, тоже, кстати, автомобиль изначально, когда только конструировался Тоже шел на категорию C Но его облегчили Сделав его доступным практически любому и каждому Вот, ну, классная машина Все прекрасно, все замечательно История об этом авто, я думаю, мало кому интересно Давайте, что называется, будем проверять рабочий функционал Непосредственно на полигоне от PSYCHO19 RUS Значит, по аддонам Ребят, ну, я, конечно, все прекрасно понимаю Автомобиль хороший, красивый, интересный, да Все, короче, смотрится прекрасно и замечательно Но у нас есть вот этот дефолтный H1 Есть дефолтный H1, который выглядит вот таким вот образом То есть, сзади у него кузов Нет у него, так скажем, вот этого тента сзади Вот, здесь же у нас он уже сразу стоит Да, то есть, здесь мы имеем возможность его поставить Называется он KUNG То есть, элементарнейшим образом он устанавливается По функционалу он нам ничего не дает Вот сейчас у нас два абсолютно идентичных авто С измененной текстурой В описании, как бы, особо там ничего интересного не было сказано Описание было достаточно простенькое в воркшопе Вот, поэтому я даже не стал ориентироваться на него Но, как бы, есть незначительные изменения Но я не могу сказать, что они в лучшую сторону Здесь у нас есть стекло, например, да Здесь же у нас стекла этого самого нет То есть, мод у нас вышел по принципу на 10 отличий Ну, 10 вряд ли, ребят То есть, на самом деле, отличий не так уж и много Реально немного То есть, можно поставить запас топлива Запас топлива Функционал 80 литров Запасное колесо 60 ремонта Вот И плюс ко всему еще и ремонтные части Которые у нас кладутся в виде В виде всевозможных там ящичков каких-то Там хохоряшечек, тросика и ля-ля И тому подобное, да То есть, вот таким вот образом Все это дело, ребят, у нас здесь выглядит Вполне очень реально красиво Все это смотрится симпатично Вот такую бы текстуру троса Нам на лебедку, ребят И цены бы не было нашей любимой лебедки А не вот эта какая-то мультипликационная Вот По салону По салону, ребят Здесь походу одно и то же Буквально с разницей То-то то, что смена текстур Произошла в том рыженьком Вот В песчаном, простите Вот, здесь так же все Как бы, да, простенько Ничего, как бы, сверхъестественного Мы здесь с вами не наблюдаем Запорожец я там на заднем плане поставил Спросите, зачем А это так, чисто для сравнения То есть, вы можете, да, себе представить С чего содрали хаммеры, да То есть, мы смотрим с вами на H1 И смотрим на ЗАЗик Смотрим на H1 И смотрим на ЗАЗик Вы видите разницу? Нет, и я тоже Но это так, чисто для прикола Вот, ну да ладно Ну, вот функционал, да Смотрим теперь функционал этого авто Все, что мы здесь имеем 80 литров И запасное колесо на 60 ремонта Блин Я не знаю, кто как, ребят Но я, честно говоря, привык Видеть Все-таки Если эта машина появляется в воркшопе То я привык ее видеть Более усовершенствованной Более навороченной Нежели она есть по дефолту А у нас получается Дефолт с легкостью переплюнул Мод Просто вот Изи, ребят Ну я не знаю Ну давайте сделаем проще Сделаем проще У нас есть прекрасные Волшебные Грязевые полосы Да Грязевые полосы На которых можно протестировать Эти самые хаммеры Тестировать я их буду Что называется В идентичной компоновке Я не знаю, что там у нас По развесовке Но компоновка, ребят Будет абсолютно идентичная Все, снимаем Ставлю кунг Гоним сначала с вами По грязи Дефолтный хаммер Который к нам пришел Из DLC Американ Вилдс Кстати, анимация заднего борта В этом хаммере есть Я что, даже до этого не замечал Залетаю в грязь на четвертой передаче Ребят, грязь лайтовая Переключился на первую передачу На вторую передачу Газ в пол Не дозирую я газую Прямо, что называется По полной программе По полной программе Видать, не стоит газовать Переключимся на первую Ну, в принципе Хорошо проехал, да? Не забуксовал Не застрял Но это, извините, внедорожник И это Так же Очень легко проходимая Лайтовая грязь Проехали Проехали мы с вами На Дефолтном хаммере Здесь мы тоже с вами Все, ребят, снимаем Едем теперь на этом У нас на данном моде Ребят, утратилась Утратилась анимация Заднего борта Не знаю, почему Блин Ну, честно говоря Отчасти обидно даже Подождите Не открывается Запустить Перемьер Нет, ни хрена Ничего не открывается А, полный привод забыл Включить Блокировку дифференциала Ну, блин, вот Анимация борта Заднего, например Она утрачена Почему-то Почему? Вопрос, да? Чтобы автомобиль Отличался Стал хуже Ну, здесь зато Оригинальная надпись Сзади хоть присутствует Что это действительно Хаммер А не УАЗик Ну, в принципе В принципе, ребят По-моему Проходимость идентичная Вот реально Без каких-либо Преувеличений Проходимость Идентичная Вот, собственно говоря Салон Ну, кстати Вот этот салончик Он такой Он более светлый И смотрится Мне кажется Оттого он Более приятно Ну, хотя С другой стороны На самом деле Здесь все очень Скутненько Все очень простенько Детализация Просто на минимум По салону Так, ну Проехали, да? Вроде бы И тот автомобиль Проехал И этот автомобиль У нас проехал Хочу проверить Его на подъем В той же компоновке Вторая передача Ребят Газ в пол Гора кто выше Да? Посмотрим Кто выше Взберется Нет, ну а нет Анимации Да? Заднего борта Болтаются Когда там Какие-то Финтифлюшки Но Сам по себе Борт Не анимирует Как бы данный тест У нас преимущественно Для грузовиков С погрузкой На три очка Ай твое Налево Палка мне Всю малину Оптовой На этого Но тест Провален По большему счету Ребят Ну во первых Я забуксовал Я тут нарыл И как я поеду Теперь На второй машине Тут вообще Трудно представить То есть Вторая машина У меня засандалится Гораздо быстрее По уже накопанному Накопанному Нарытому Поедется Гораздо хуже Ну В целом Едет Извиняюсь В целом Автомобиль Едет конечно Но блин Ну Хотелось бы Чтоб он ехал лучше Все таки Это хаммер Это хаммер Как бы Это не Запорожен Заехал он Можно сказать На первой передаче Блин Но это на самом деле Очень достаточно Такой скудный Показатель Для Хаммера H1 Давайте Заберем наш H1 Также на гору Кто выше Так Нажал Релоуд Обновить Все нормально Все перезагрузилось Ошибок нет Ну а здесь Вот видите Качается Задний бор А там Он не качается Печально Ну блин Я перезагрузить Нажал Я думал Все таки Этот Как его Ландшафт У меня Придет В исходное состояние Не болта По подобному Ребят Ничего В исходное состояние У нас тут Не пришло Здесь я очень сильно Нарыл Реально Нарыл Очень сильно Поэтому Говорить Что Этот автомобиль Едет хуже Чем предыдущий Нельзя Я больше чем Уверен Что он В конечном итоге Даже выкарабкается От этого Ну Блин Я не знаю Не выкарабкается Он наверное Отсюда уже Все Трындец Мы засели Конкретно Причем Там камень Еще торчит Зараза такая Давайте попробую Немножечко В раскачку Не В раскачку Тоже не пойдет Я уже Нарыл Прям Пипец От души Нарыл По-моему Мы уже Там на пузике Сидим По-любой Оба Давай Давай Родной Ну Чутка не хватает А Ну давай Давай Вот сюда Попробуй Залезь Ну Не Ну приятненько Ездится На самом деле На этом автомобиле Ну Любимый мой родной Ну что ты Что ты мне скажешь Ничего он мне не хочет сказать Ехать он отказывается Пользоваться лебедкой Терпеть не люблю Но блин Чувствую придется Ну Давай 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 Еще Давайте дадим шанс Все таки ему Попробуй Знаете Где Вот сейчас Вот здесь Вот по травке Объехать С левой стороны Справа не поеду Там палка валяется А вот здесь С левой стороны Думаю Получится Сейчас на камень Сядет Зараза И не поедет Никуда Нет Смотрите Прополз вроде Ну давай 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 Все Камни закончились Практически Так Там мелочевка Наверху будет Только Ну В целом Едется Ребят Едется И анимация Борта Есть Я честно говоря Не знаю Где эти автомобили Можно еще сравнить Ну Если Может быть Там В скорости Да На скорость Их проверить Не знаю Насколько это Принципиально важно Проверить их На скорость Давайте Давайте Сделаем так Где у нас Тут Асфальтированная Дорога Включаем Строку Состояния Газ в пол Четвертая Пятая Полный привод Блокировка Дифференциала У меня Включена Анимация Антенки Присутствует Там Ляля Тополя Все Как Положено Ну Заполтос Заполтос Почти Даже 61 По моему Даже Мелькнуло На секундочку Буквально Ну Давайте Ладно 60 Км Час Актуальная Цифра Актуальная Цифра Для этого Автомобиля 60 Км Час То же Самое Мы Проделаем Милитри H1 То же Самое ТП ХМ На Асфальтированную Дорогу Нажимаем Кнопочку Пополнить Обязательно Обязательно Пополнить Вторая Четвертая Пятая Двадцатая 62 Не было Показатель На предыдущем Автомобиле 62 Км Час Ну И здесь Тоже Куда-то Этот Показатель Исчерпался Ну 61 Смотрите Зато Стабильником Практически Держит 62 Вот опять Ну Маленько Побыстрее А вы знаете Почему Побыстрее Сейчас Я доеду До Первого Хаммера Вот Почему Почему он Быстрее Поехал Ну Потому Что Потому Что Ребят Каждый Аддон Имеет Свой Вес Здесь Здесь С вами Взяли Весь Автомобиль Без Аддонов Видите Ни один Аддон Не Установлен Вот Здесь У нас Ребят Установлен Аддон В виде Кунга Он Я больше Чем Уверен Имеет Свой Вес Давайте Мы Это Проверим Проверить Это Можно Легко И просто Снять Его Поставить Че То Я Не Вижу Чтоб Подвеска Проминалась Может Быть И Нет У Него Вес Своего Короче Говоря Что Я Хочу Сказать Ну По Мому Абсолютно Идентичные Автомобили Ребят Абсолютно Идентичные За Исключением Каких Тут Мелочей Разница Один Километр В Час Это Вообще По Мому Даже Не Разница Ну Так Я Не Фигня Какая Линия Нанесения Урона Водой Вот Ну Чуть выше Лобового Стекла У нас Здесь Присутствует Своеобразный Шноркель Вот Ну Где-то На этом Уровне Пока Уровень Этот Не Достигнут Соответственно Урона Мы С вами Не Получаем То Самое Топим Автомобиль Ты Куда Ты Тыкаешься А Я Не Могу Ты Пахнуться Вот Этот Хаммер Мешает Что Что Сегодня Слава Богу Так Вайтер Тест Так Поплыли Брызги На стеклах О Шикака Брызги На стеклах Есть Ну И урон Да Ну То же Самое То же Самое Ребят Идентично Единственное Что Еще Хотел Попроверить Знаете Что Подвеска Ну В принципе Я так Предполагаю Она тоже Абсолютно Будет Идентична Идентична Работа Работа Способность Подвески Да Анимация 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 Всевозможная По-моему Там Ну да Вон Рычаги Ходят Все Смотреть Пружинки Пружинят Все Как положено Класс Независимая Подвеска Ну Блин Ну реально Подвеска Здесь зачетная А давайте проверим Насколько она Хорошо сделана Эта самая Подвеска Насколько Качественная Да Здесь вот есть Такой Замечательный Тест Называется Натянули Ну вот Как бы Вот так Вот Ребят Вот видите Ну вот Как-то Вот так Сквознячком У нас Столбик Проходит Вот Хотя Вообще По факту ЦДТ Самого Столбика Насколько мне Известно Она чуть больше Чем сам Столбик То есть Где здесь ЦДТ Подвески Я честно говоря Даже не знаю То есть Это Или же Это здесь Опять у нас Как всегда ЦДТ Стоит на месте Вот А подвеска У нас Ходит То есть ЦДТ Может быть Где-то Вот здесь Начинается Да Вот А подвеска У нас Ходит Туда-сюда А сама ЦДТ Вот здесь То есть ЦДТ Стоит на месте Никуда Она не ходит А подвеска У нас Вроде как Присутствует Анимация Визуально Мы видим Что у нас Подвеска Работает Вот Но по факту Мы ее Не чувствуем То есть Если вот так Вот Нанизится Куда-либо Мы Не почувствуем Подвеску Вот так У нас Кузнечком Все это Дело Пройдет Ну Не знаю Это По большему Счету На любом И каждом Автомобиле Вплоть до Остальных Каких-то Дефолтных Машин Или Даже На модификации Каких-то Там Различных Авторов То есть Это Как бы Вездесуще То есть Это Не единственный Такой Случай Все Как бы Стараются Делать Так Как В дефолте А так Как В дефолте В целом Ребят Что я хочу Сказать По данному Моду Если Вот Выбирать К примеру Эта Машина Или Та Которая У нас Уже Была В Американ Вилс Я Безусловно Выберу Ту Которая Была В Американ Вилс Ну Во-первых Сама По себе Армейская Тематика Мне Честно Говоря Как-то Не Очень Нравится Я Любитель Больше Гражданских Текстурок Вот Это Раз Да Но Это Как бы Не Столь Принципиально Текстура Это Вообще Самое Меньшее Что Можно Вообще На Что Нужно Вообще Обращать Внимание Все Это Меняется При Повышенном Желании Проблема Заключается В Следующем Знаете Достаточно Очень Интересный Момент Почему Б Нельзя Было Взять Хотя Бо Не Знаю Ту Самую Решетку Радиатора С того Хаммера И присобачить Сюда Что Он Не Был Оригинальным Ну Я Не Знаю Может Действительно На Военной Компоновке На Армейской Компоновке Не Было Решетки Радиатора Решетки Радиатора Кенгурина Ну Хотя Тут Уже Как Б Сам Выбирал Для Себя Нужно Не Нужно Ну Может Автор Решил Для Оригинальности Не Нужно Вот Ну Как По мне Было Нужно Да Вообще Все Аддоны Хочу Сюда Сюда Хочу Все Аддоны Вот Реально Хочется Мне Вот По принципу Перехочется Ну А так В целом Хорошая Машина Но Выберу Я тот Из Который Был Уже В Американ Вилл Не Знаю Есть Смысл Данной Модификации Будет Ли Она Пользоваться Спросом Ребят Пишите Комментариях Понравилось Вам Этот Хаммер Ссылочку Я Безусловно Оставлю Под Видео Также Вы Сможете Этот Мод Скачать На Нашем Сайте Витарган И Вимир Ссылка Также На Наш Сайт Есть Под Видео Все Возможные Скриншоты Приложу И Данный Видео Обзор Так Что Смотрите Думайте Комментируйте И Всем Спасибо За Просмотр И Всем Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует